Подай пиво, да? Собираемся, народ! Ваша бабочка Казакевич с вами! Всем привет! Пятничный эфир объявляю открытым! Обзаведитесь бокалом воды, либо бокалом чего-нибудь очень крепкого. Эфир обещает быть очень жарким. Всем привет! Собираемся! Привет! Я нарядилась, знаете, бабочку с крыльями. Сегодня готова исполнять желания, готова одарить вас своей энергией и красотой. Да, сама буду пить воду, Сань, ты прав. Из одного эфира, да, ты права, дорогая Юночка, из одного эфира в другой эфир. У меня сегодня, конечно, эфир, день эфиров. Эфиры, 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 эфиры. Четыре часа я сегодня обещала в своей школе Казакевича онлайн. На сегодня стартанул наш очередной проект онлайн-версии уже для мастеров-бровистов, для тех людей, которые трудятся в броиндустрии. Но сегодня не об этом. Сегодня у нас эфир посвящен на другой теме. Теме того, кто же станет лучшим из лучших, либо лучший из лучших по итогам нашей пародии на Казакевич. Я уже не успеваю. Спасибо большое. Вообще, ребят, я бы хотела сказать следующее. Прежде чем... Можно выключить пока? Я вообще хотела бы вам сказать следующее. Мне на самом деле, прежде чем я буду подводить итоги, хотелось бы обратиться к каждому из вас, тем людям, которые просто наблюдают, тем людям, которые участвовали. Я хочу, во-первых, сказать спасибо всем тем, кто участвовал, тем людям, которые нашли минуту своего времени и посвятили его тому, чтобы поучаствовать в данном розыгрыше, конкурсе. Но на самом деле он же пришел мне в мою голову не просто так. Это, знаете, это умение, скажем так, перевернуть то, что было сделано тебе, скажем так, ужарить тебя, укусить тебя, да, вот хотели. И я перевернула все это и сделала так, как сделала. Преверотила это все в очень такую интересную игру, игру, в которой поучаствовали мы все. Вот. Благодарна всем вообще абсолютно. И даже тому человеку, который своим, как бы, наверное, все-таки с моей точки зрения, своим поступком таким мужским, сделал то, что он сделал, но он дал нам возможность всем в эти все дни находиться в таком интересном состоянии. Да, я в состоянии драйва, вы со мной в состоянии драйва. И это на самом деле круто. Я на самом деле тот человек, который умеет над собой посмеяться. И я вот правда рассматриваю любую из пародий с хорошей точки зрения, да, но когда она действительно сделана по-доброму, когда она действительно сделана без какого-то злого умысла. Вот. Поэтому я, конечно же, вижу, увидела все ваши старания. И вообще я хотела бы вообще всех-всех-всех поблагодарить. Каждый по-своему был уникален. Я видела, что с нами была Америка, с нами была Польша, с нами была Германия, с нами Беларусь, конечно, с нами была Россия, с нами были все. И знаете, самое ценное для меня сегодня, это то, что я на самом деле с вами вместе погружалась сегодня, смотрела на себя со стороны. Я смотрела на то, какая я хозяйка. Я, кстати, обещаю вам сварить свой борщ. И я умею готовить, я не хочу просто превращать свои прямые эфиры в домохозяйку, просто потому что, несмотря на то, что я все это умею, я это не люблю делать. Вот скажу вам честно, не люблю и не хочу. И пока у меня есть возможность не готовить, или готовить крайне редко, я пользуюсь этой возможностью. Но если мне надо, я приготовлю. Поэтому с меня в прямом эфире борщ, и он будет, правда, очень и очень вкусным. Калюнь, ты помнишь мой борщ, когда я в декрете сидела? Ты хоть громче скажи, а то головой машешь, а не говоришь, девчонки подумают, что я вообще не умею. Вот, да, и шутить надо, Норвегия с нами, вообще супер-супер-супер-супер состояние драйва. Да, я просто хочу сказать следующее. Те люди, которые хотят получить какого-либо рода рекламу в моем аккаунте, поймите одно, если я один раз сказала нет, значит это нет. И не стоит вообще никаким образом пытаться попасть в мой аккаунт. Этого просто не будет. Поэтому, как бы, не тратьте свое время, не тратьте свою энергию, направьте ее на то, чтобы действительно как-то направить ее на какую-то плодотворность, скажем так. Я думаю, что в этом есть некий, скажем так, вам просто цинус и подсказка. Да, я умею смеяться над собой, замечательно. Ой, тут фан-группа, прям поддержка. Да. Салат с морепродуктами. Вместо борща лучше дай совет, как приучить мужа готовить. Вы знаете, по поводу... Мой муж, знаете, что говорит? Нужно просто прийти домой и сказать, что у нас есть поесть. Это я типа так прихожу, да? Калюнь, ну, у нас же все обоюдно. Я же тоже иногда становлюсь на кухню. Я вот отвечаю, бля, в следующий прямой эфир, простите за мой русский, будет, а Казакевич готовит. Танюшка, мы устроим вечеринку, Юляша, Танюша, приезжайте все, Ульяша из Москвы, приезжайте, Казакевич будет готовить, прям в прямом эфире. Ну, сейчас, ладно, не об этом, ну, что? Глядишь, сейчас на кухню подамся. Слушай, ну, мне мало Майкоплав, мне мало Гринвей, пошла в Гринвей, да, вот мало. Сейчас пойду еще готовить буду, а что нет? Талантлив человек, талантлив во всем. Вот. Почему все пишут про Вадима? Это кодовое слово. Это тот известный блогер, который очень сильно просит 300 долларов. Видно, известность не настолько на сегодняшний момент высокооплачиваема, и молодому человеку нужно как-то вот помочь. Поэтому я просила вас поставить лайк, и в своих сторис я поделилась с вами прошением этого молодого человека. Вот, званый ужин, да, это крутое очень, да. Званый ужин, кстати, меня звали на этот званый ужин, но я, наверное, в тот момент уже обозлила молодого человека, когда сказала как бы нет. Вот, ладно, сейчас о хорошем. Вообще, как бы, пора бы уже, наверное, определиться. Главное, чтобы времени на все хватило. Это точно. Я очень сильно вдохновлена пародией, которую сделал молодой человек. А вот давайте просто поговорим с вами. Вы хотите, чтобы я начала с первого места, со второго или с третьего? У меня как бы три призовых места. Три призовых места. С какого места начнем? Первый, второй, третий? Голосуем, ребят. Третьего? С деревянным, четвертым. С третьего? С третьего. Вот так вот, да? У меня в руках приз зрительских симпатий. Внимание, пожалуйста, барабанная гробь. Та-да-да-да-да-да-да-да. Минуточку внимания. Конечно же, это будет Вадим. Вадим, третье место. Это твое призовое место. Я благодарна тебе, Вадим, за то, что ты был с нами. За то, что ты сподвигнул меня на то, чтобы я провела данный конкурс. И спонсор сегодняшнего показа – компания Greenway. Именно компания Greenway позаботилась о тебе, Вадим. Целых два уникальных приза. Первый – на работу твоего мужского здоровья. Ну, в общем, ты понимаешь, да, о чем я? И второй приз направлен на работу твоего правого и левого полушария. Вадим, эти БАДы твои. Мои менеджеры доставят тебе в твой люкс-салон. Пользуйся на здоровье. Компания Greenway заботает о тебе. Я и моя команда с тобой, Вадим. Дальше больше. Екатерина Казакевич. Ну и... Коль, наверное, надо выпить за это, нет? Мне кажется, нужно мне вот прям минералочки чуть-чуть побольше взять, а то я прям на одном дыхании. Минералки нету, да, говоришь? Коньяк есть. Сейчас коньяка Коля принесет. В общем, Вадик, здесь ты можешь изучить все, абсолютно все препараты, все тряпки, все швабры. Правда, помни, Вадик, компания Greenway – это компания для высокобюджетного клиента. Именно поэтому тебе стоит задуматься, готов ли ты вступить в ряды моей команды. Но менеджер все-таки отправит курьером в твой салон данную посылку. Я чуть не вижу. А Вадик доволен? Все так довольны? Вадик, Вадик, ты здесь? Вадик, ко мне не надо. Я, а ты знаешь, тот человек, который сейчас работает сугубо через менеджера. Именно поэтому менеджер позаботится, чтобы курьер привез тебе посылку. Ты как бы жди, посылка скоро приедет. Вот. Самое главное – это мужское здоровье. И, конечно же, интеллектуальное мышление, оно должно быть всегда на уровне. Дальше. Ну, я очень люблю смеяться над собой. Если честно, мне очень понравилось, очень-очень понравилось пародия молодого человека, который я выставила последний сегодня. Это была пародия, вот прям, она действительно была вкусная. Она была не в бровь, а в глаз. Я люблю посмеяться над собой, я умею посмеяться над собой. И этот человек подчеркнул все. Казакевич сидит на кухне «Школа онлайн». Казакевич – лицо бренда Эми Романи в сланцах резиновых «Пожалуйста, в шапочке выпивает свой любимый винчик». Казакевич паркуется, внимание, на месте для инвалидов. Ты знаешь, я очень хотела отметить «Автогродно», но решила, что как бы в этот раз мы обойдемся без рекламы для данного портала. Вот, поэтому я хочу сказать следующее. Дим, ты укусил меня за больное. Ты сделал так, что просто-напросто та ситуация, которая со мной произошла с парковкой, она была просто для меня вообще такой стрессовой. И многие, скажем так, известные и неизвестные личности, вообще и маркетологи задавали мне вопрос «Казакевич, ты это была проплаченная акция или не проплаченная?» Ребят, какая бы она ни была, я пережила эту акцию и стала гораздо сильнее. Мои крылышки взлетают и летят дальше больше. А тебе, Димочка, огромное спасибо за то, что ты смог меня высмеять, но красиво высмеять, да? То есть с таким творческим подходом, как это сделал ты, меня муж даже чекает. Давай еще. Говорить уже, что будет, да? Дим, ты знаешь, да, что я снимаю для себя ежа, каждые там несколько месяцев снимаю для себя такие высокобюджетные проекты рекламные, да? И я не подарю тебе, Дим, 300 долларов, я подарю тебе возможность снять для меня рекламный проект 2020 года. Это не 300 долларов и не 600, ты знаешь, о каких деньгах идет речь. И я хочу, чтобы этот проект снимался именно тобой. Спасибо тебе огромное за твой творческий подход. Я думаю, кому, как не тебе снимать этот проект, поэтому ты выиграл тендер. Мы в теме, Дим, мы будем вместе трудиться над уникальным проектом, с которым я буду колесить по миру и презентовать себя, презентовать свой бренд. Вот, поэтому этот приз достается тебе. Возможность снять такой ролик. Ну и, конечно же, первое место. Кто считает, что Вадима тебе лучше? Вадик. Вадик, а что случилось? Ты недоволен? Вадик, а я потратилась. Вадик, ну как бы так, на минуточку, на минуточку. 30 долларов. Ну не 300, но 30, Вадик. Ну как есть. Моя фан-группа, конечно, вообще молодчаги. Смотрите, пошли, пошли, пошли. Ты знаешь, в принципе, да, ребят, вы пишите, кто с Вадима тебе заодно. Вам здесь, в принципе, ребят, вот вам всем хватит. Если что, вы говорите, я да закажу. Мне не жалко. Ну и, конечно же, кому достанется главный приз? Главный приз я хочу отдать одному очень уникальному человечку. Этой девочке 5 лет. Ее зовут Елизавета. Я хочу, чтобы эти первые заработанные деньги, Елизавета, вы потратили. Я вот прям говорю, у меня прям даже слезы на глазах. Я просто вижу, насколько у этой девочки много внутреннего потенциала, театрального дара, который дам ей природой. И мне бы очень хотелось, чтобы часть этих денег, может быть, какая-то маленькая часть ушла именно на уроки актерского мастерства. Я хочу, чтобы твои родители развивали в тебе это, потому что ты маленькая, но очень и очень уникальная девочка. Первый заработок в размере 300 долларов в 5 лет, ребят, это может не каждый. Я свои первые бабки заработала в 11, и мне приходилось продавать укроп. На рыночке возле Бреста. И Елизавета, деньги, которые пахнут, которые пропитаны моим духом, они однозначно принесут тебе успех. Поэтому я жду вас. Да, это вот девочка про Еврусика. Я жду вас. У нас мы Коплаб вместе с мамой. Мы обязательно сделаем совместную фотографию. Маме отдельный респект. Вы должны понимать, что это мама 4 детей. И у нее находится время, чтобы заниматься с маленькой девочкой, чтобы развивать в ней эти качества. Я прям вот снимаю перед вами шляпу. Вы правда большие молодцы. Я очень и очень рада, потому что у меня сегодня есть возможность финансовая проводить такого рода розыгрыши. У меня есть возможность энергетическая делать это. Я верю в то, что я буду это делать чаще и буду радовать огромное количество людей. Спасибо вам всем огромное. Вы болели за малышку? Ставьте лайки, кто за малышку болел. Супер, супер, супер. А моя? Иди. Евруся. 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 Поздоровайся со своими подписчиками. Евруся. Евруся. Форс. Мои ученики самые лучшие. Моя команда, мое все. Да? Не вруся. Дальше больше. Да. Ну, правда, это было круто. Это было вообще прям... Я обязательно выставлю это видео у себя на странице. Я хочу, чтобы это видео осталось на моей странице, как история о нашем с вами вот этом розыгрыше, который прошел на той волне. Вообще, мне понравилось настолько много разных пародий. Я помню себя в полотенце, как сидела здесь дома. Я помню Юлию Штагер. Я помню свою... Что ты меня там видишь? Я помню каждую свою ученицу, которая меня пародировала. Но почему-то, вы знаете, девочки, что я хочу сказать? Я немножечко подиспугалась, когда увидела такое количество... Количество пародий от моих учеников и везде на минуточку. Я была с бокалом. Я испугалась за то, что если я буду репостить все истории, что же подумают люди? Чему она их учит? Я учу каждая онлайн-школа с бокалом вина. Как вступить в фан-клуб брови? Это моя девочка, кстати. Ну, честно, я в своих онлайн-уроках учу не только брови делать. Я еще учу заряжаться и заряжать энергией. Да, Левиз? Да? Ну, правда, было очень весело, было очень круто. Об этом только вам знать, да, девчоночки. Только вы об этом знаете. Это наша тайна. Это, как я говорю, все, что есть в закрытом чате, останется в закрытом чате. Скажите, пожалуйста, вы согласны с тем, как прошел наш розыгрыш? Спасибо вам, спасибо. А как мне понравилось? Вот сейчас с нами Катя. Кать, я тебе прям тоже хочу сказать отдельное спасибо. То, как ты на юбилейке в платье, да с полотенцем на голове. Честно, я тебе хочу сказать, что мне кажется, для тебя это тоже такой, ну, не каждый сможет на юбилейке снимать кусочки видео в полотенце да в платье. Это такой выход из зоны комфорта и такой, знаешь, очередной ты сможешь. Ты должна, кто, как не ты. Вот. Вот, вот, боже мой, бедняжечка. Ты все как-то, ты ждешь просто посылку. Ты то выходишь из чата, то приходишь. Мне уже отправлять? Или мы же завтра дождемся? А? 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 Женщина может больше. Женщина может все. Мужчина – это голова, а женщина – это шея. И то, куда эта женщина повернет, вы понимаете, да, меня? Поэтому женщина может перекрутить, перевертеть любую негативную ситуацию, направленную в ее сторону, направить так, как она того желает. И сегодня этот эфир тому подтверденит. Посмотрите, как он просит денег, бедняжка. Я уже даже, ты знаешь, прям думаю, может мне тебе там на пожертвование что-нибудь положить? Вот так вот сегодня, девчоночки. Бабы не просят, а мужики-то с рукой по миру. Вот. Мне прям такое настроение. Танюш, Юляш, приезжайте. Сейчас созвонимся. В общем, ладно, мне пора, по-моему, уже выходить из эфира. Вадим глупо выглядит в этой ситуации. Вадим, в принципе, очень ждет таблетки для улучшения работы мозговой системы. Поэтому тут глупости-то говорить вообще не стоит. Все как бы по делу. Ну кому низко, девочки? Здесь ни один мужчина не попросил. Но если мы говорим о мужчинах, но если таблетки направляются на как бы улучшение, то здесь уже как бы о мужских каких-то качествах говорить в принципе не стоит. Поэтому я не указывала в своих сторис аккаунт данного блогера, топ-блогера Гродно. Просто для того, чтобы вы не портили свое восприятие. Многие смотрят меня из других стран. Многие познакомились со мной и с моей деятельностью совсем недавно. И вы знаете меня как спикера, как бизнесмена, как спикера в перманентном макияже. И мне бы очень не хотелось порочить наш город Гродно тем знакомством, о котором сейчас могла бы идти речь. Но это того не стоит. Ну и как бы вообще в принципе реклама в моем инстаграм очень дорога. И не каждому как бы она в принципе под силу. Так. Сохранить пожалуйста эфир. Эфир будет сохранен. Вот. Поэтому всем огромное спасибо. Занимаемся нужными делами. Направлять мои деньги никуда не надо. Поэтому тебе я ничего давать не буду. Все, что я хочу направить на благотворительность, помощь людям, помощь детям. Я все это делаю. И делаю это достаточно давно. Все те люди, которые смотрят за мной, следят за моей деятельностью. Которые со мной с открытием Мейкоплаб знают об этом как никто другой. И всем пока. Я какаю бабочками.